Сегодня в Среднеахтубинском районе продолжается возрождение авиационно-спортивного клуба имени Александра Числова. Значительные изменения, которые произошли на аэродроме за недолгий период, высоко оценивают специалисты. Спустя десятки лет летчик-ветеран, полковник авиации Владимир Монин, долгое время возглавлявший Волгоградский учебный авиационный центр, тоже решил побывать в клубе. Неподдельные эмоции в репортаже Эльвина Морданова. 40 лет разлуки и перед глазами родная взлетная полоса. Свои 92, о полетах за штурвалом Владимир Монин рассказывает, будто все было вчера. Служил в 1-м гвардейском истребительном авиационном полку. Покорил таких железных птиц, как Як-3, МиГ-17, Л-29. Летчик первого класса признается, авиационная жизнь была напряженной. 36 лет в профессии, получил два ордена Красного Знамени. Я летал все время вниз головой. Не так, а вот так вот. Взлетал, шасси убрал, перевернулся и пошел. И в зону пилотаж, и обратный пилотаж. Закончив карьеру в военно-воздушных силах, Владимир Дмитриевич готовил ребят в учебных авиационных центрах при ДСААФ к службе в армии в разных городах страны. Ежегодно по 100 курсантов. Будто птенцов каждого в первый полет отпускал под личным контролем. А в 1965-м готовил команду летчиков к чемпионату мира в Англии. Один из воспитанников главную награду тогда забрал. Авиационный вид спорта требует показать что-то такое, что другие не могут. И самолет еле держит вот эту перегрузку. В конце 70-х годов Владимира Монина пригласили на должность начальника Волгоградский учебный авиационный центр, который сегодня носит имя Александра Числова. Здесь он готовил пилотов, планеристов. По словам летчика, именно с этим местом связаны особые воспоминания. Сейчас авиаклуб переживает второе рождение. Обрастает учебными корпусами, казармами и тренировочными площадками. В будущем на его базе появится современный парк «Патриот». Все это опытному летчику видеть отрадно. Душа заболела. Говорю внука, внучке и правнуку. Поехали, я так на родном хочу. Вот оно. Ничего не было. Вот я сейчас сижу. И вокруг, вокруг все изменилось. Справиться с эмоциями в этот важный момент помогает супруга. Вместе они 67 лет. Любовь к полетам сыграла в судьбе важную роль. Я его водила к себе в аэроклуб. У нас, кстати, вот ростовский аэроклуб, у него было трехгодичное обучение. Я была в девятом классе. И вот нужно было, значит, проходить вначале наземную подготовку, знакомство. Потом полеты на планер. Да, планерная вначале на земле. Ну и там подлетывание небольшое. Династия летчиков будет продолжена. Покорять небо собирается и один из правнуков Владимира Монина. Сыну сейчас 11 лет, и он буквально недавно по моим рассказам про дедушку, и я дедушку просила, говорю, мы на дачу постоянно приезжаем, говорю, дед, расскажи, пожалуйста. У меня сын сидел, конечно, открыв рот, потому что это очень круто, то, что выполнял дед в свое время. Несмотря на долгие годы разлуки, Владимир Монин признается, воздух на аэродроме такой же особенный, родной. Как и моряк тут пел, что не жить у меня без моря, а я без неба, как небо мертво без меня. Вот приехал и небо жило, как мне кажется. Эльвин Морданов, Олег Статун, Весе, Волгоград, из Среднеохтубинского района.